здравствуйте дорогие друзья подписчики канала пластинка тв любители квестов и адвенчур сегодня я предполагаю скорее всего предпоследняя часть противостояния шерлока холмса и арсена люпена давайте загрузимся почему предполагаю что предпоследняя часть уже был случай когда я по моему три прохождения подряд обещал что вот наконец-то это будет точно последняя часть и все это никак не сбывалось так что не будем загадывать боюсь что люпенчик нам еще немало загадок приготовил на нашем пути хотя мы и определили место его финального удара это снова лондонский тауэр дорогие друзья ну что ж пойдемте внутрь посмотрим что тут происходит а в это время да нам покажут уже сцену которую мы видели спектр вы сверились с планом так точно господин премьер-министр здание находится половина скотланд-ярда вторая половина находится поблизости патрулируя территорию никто не пройдет незамеченным лично джентльмены остается только ждать это будет отмщение это будет ваша заслуга доктор вы будете иметь честь доставить новости о нашем триумфе и и величеству спасибо но нельзя же забывать и о холмсе который кстати где он я пока не буду проматывать ребят давайте полюбуемся до сада еще раз раскрыть это делать этим провалом мы не будем упрашивать холмса тем хуже для него премьер-министра в эстраде вас нет если я ошибся никто об этом не узнает но если я прав то люпен находится чуть впереди меня и не подозревает о моем присутствии ну это даже как-то странно все-таки люпен не совсем уж глупый человек я думаю должен понимать что он скорее всего догадался что люпен не так просто как кажется и что это всего лишь приманка вот и страж спящий лежит надеюсь не мертвый он живой и кажется не ранен определенно этот человек был усыплен мощным болеутоляющим средством нет больше никаких сомнений что люпен здесь и совершенно ясно что он прибыл воровать каков его план я должен найти начальника стражи смита и ввести его в курс дела как можно быстрее если он не прибывает в таком же состоянии на его форме имя шик и судя по его роскошному сам он его оправдывает шик шикарные усы осталось несколько нестрелянных патронов это оружие оказалось под водой и теперь непригодно к использованию ну я думаю что вооружение мы найдем сухое если что пристрелим этого года люпена если он вдруг задумает бежать правильно что у нас вообще происходит в товаре все вроде как обычно кроме этого спящего стране не вижу ничего подозрительного это что такое веревочка люпен должно быть спустил эту веревку для того чтобы ему не пришлось тащить на себе все награбленное в товаре подумаем если я хочу поймать люпена и не дать ему вынести драгоценности мне нужно помешать ему использовать эту веревку и так чтобы он этого не заметил до перенаправить путь веревки в нужное нам место не в нужное люпену как это сделать пока непонятно но я думаю что мы сейчас с вами разберемся в этом эта веревка очень длинная без ключей я не смогу добраться до крепостного вала а карабкаться по стене под этим дождем слишком рискованно надо метнуть что-то в эту веревку что-то что могло бы ее перерезать или возможно поджечь подумаем ну а как ты планируешь на подожди веревку поджигать до холмса мне кажется что это не поможет чем у нас несколько не осмотренных мест эту веревку очень нет комментарий тот же самый ключ вылазит если мы сюда кликнем а сюда эту веревку да точно также ну видимо сделано на всякий случай чтобы мы точно не пропустили этот момент эту подсказку холмсу что нам делать дальше давайте попробуем зайти вооружению глянем тут-то что-нибудь длинное должно быть и острое закрыто заперто все-таки служба безопасности хоть немножко но работает хотя и легко усыпляется давайте комнате стражи в ту часть товара наведаемся может быть там начальник стражи еще кто-нибудь есть ну что тут у нас тишь да благодать только дождь стучит по мостовой нет еще один спящий человек в униформе стражи ну похоже чуть-чуть пободрее как вы рядовой хикман вы ранены нет но у меня болит голова хочется спать не самое лучшее место для сна дружище ты выбрал просыпайтесь где мистер смит начальник стражи он ушел с доктором в кладовую что за доктор мы не слышали ни про какого доктора здесь до этого что-то тут нечисто мне нужно вас покинуть никуда не уходите так кладовая у нас здесь рядом если я не ошибаюсь вот эта дверь вот это закрыта они закрыты за собой дверь смотрите-ка здесь какие-то следы кто-то здесь тяжело рухнул на землю судя по следам кого-то тащили до дверей кладовой дождь еще не смыл следы следовательно это было недавно да то все таки дверь ты не просто так закрыта это головной убор начальника стражи смита ну похоже что начальник стражи также нейтрализован да еще и заперт внутри все гениальное просто как ограбить лондонский tower то легче легкого кладовая закрыта у кого есть ключ смит и повар но его сейчас нет кто еще говори солдат жирный джонсон в его шкафчике дубликат который он украл жирный любит из кладовки воровать припасы периодически да очевидно поэтому и решил тебе дубликатик сделать чтобы это было сподручнее ай-яй-яй но ничего это его вредная привычка нам возможно сейчас поможет мне нужно вас покинуть никуда не уходите шкафчики стража мы кстати здесь по моему еще ни разу не видели я даже не знаю где они находятся наверное где-то рядом с их комнатой вот здесь скорее всего гардероб да кстати проверим закрыта увы тоже нужен ключ не все так просто ну давайте осмотрим тогда комнатку стражи не появились ли здесь новые интересные предметы два соединенных воздушных шара инерция такого корабля должна обеспечить очень точное управление и стабильный полет полет за пять шивингов каждую субботу и воскресенье гайд парк новые оригинальные парные баллоны связанные друг с другом забавное развлечение были в лондоне девятнадцатого века а гайд парк он видите уже тогда вовсю использовался дорожайшая кузина сара я обещал написать тебе в первую неделю службы в лондонском тауре вот пишу как и обещал не дело неделя пролетела быстро вроде молнии пришлось выучить на зубок целую кучу ритуальных фраз а равно имен всяких важных лиц в тауре еще я видел в некоторых зданиях совершенно невероятные комнаты их было так много что я даже не могу их все описать кормят нас раз чудесно повару надо просто орден дать мы с несколькими ребятами ходим в ночные дежурства очень душевно там проводим время я дежурю слоу он единственный шотландец в нашей казарме мы ни слова не понимаем что он говорит такая умора в раздевалке познакомился с парой ребят марчем и ледлоу они вообще неразлучны если видишь одного значит и другой где-то рядом ледлоу короткий как овечка и такой же беззащитный наши парни вечно его шпыняют вплоть до того что ставят в худшие смены и заставляют делать самую черную работу в самых гнусных местах марч пытается его защитить как может но ледлоу говорит что все нормально и это его не затруднит я живу в одной комнате с ёманом по имени джонс стариком но его смена совсем другое время так что мы почти друг друга не видим еще я в гардеробной встретил викинга здорового такого парня с какими-то скандинавским каким-то скандинавским именем да уж имя чересчур скандинавской у него шкафчик напротив моего но я с ним почти не разговаривал потому что сержант оши не любит болтовни может мы с тобой полетаем на воздушном шаре когда меня отпустят в увольнение я посылаю тебе рекламный плакат где видно красота лондона с небом жду ответа твой кузен роберт мур ну вот мы уже даже из этого небольшого письма получили некоторое представление о том где какие шкафчики стражи находятся что еще здесь есть ключ надеюсь от гардероба это может мне пригодится и не говори холмс и не говори эта форма сшита как будто для ребенка должно быть ее носил человек маленького роста да и что-то мы таких не видели ни разу у этой лампы необычная форма я ее возьму зачем холмс будем поджигать и я или что определенно подарок для ребенка это роликовые коньки определенно подарок но они нам не нужны пока не для чего роликовые коньки холмс их не берет хотя курсор в виде руки у нас остается ладно понадобится нам поезжая очевидно пока не знаю для чего эта кровать покрыта пылью она явно пустует уже давно так что-то пара пушки не внимание к точной дозировке пороха при заряжении пушки может привести к катастрофическим последствиям это уж точно да так калибр заряд в кубических сантиметрах в общем инструкция сколько в какую пушку нужно сыпать пороху зачем это нам нужно тоже пока не ясно возможно мы будем стрелять из пушки по воробьям или по люпену так ну все вроде здесь больше ничего нет в комнате стражи все что было нужно можно мы осмотрели и собрали так ведь вроде так давайте тогда попробуем вскрыть гардеробную комнату надеюсь у нас получится да добро пожаловать вот так выглядел гардероб стражи в 19 веке здесь мы еще ни разу не были и видите шкафчики то все не подписаны и просто пронумерованы только тот кто знает найдет нужный ну в этом есть некоторый резон для безопасности что кто не знает тот не знает это верно ну давайте приступим к осмотру комнаты надо как-то сориентироваться найти какие-нибудь подсказки расписание дежурств на месяц полночь три утра лоумур так далее ну в общем здесь расписано кто с кем дежурит хорошо и вот она появляется загадка где чей шкафчик но подождите пока мы ее разгадать то полностью не можем у нас еще недостаточно вводных данных для этого надо осмотреться сержант надеюсь не слишком грубо с моей стороны будет просить вас поменяться со мной шкафчиками вы знаете что мы с самарэби не выносим друг друга поскольку мы с ним все время встречаемся при смене караулы а его шкафчик всего в двух от моего он постоянно меня провоцирует я боюсь что когда нибудь это плохо закончится а кроме того вы будете рядом с белом про которого вы на прошлой неделе сказать что за ним надо приглядывать заряне спасибо йоман шик так шкафчик йомана шика через два от кого там от вот этого сам мэрби ну окей а писал эту записку кому какому-то сержанту да неизвестному ладно первый шкафчик принадлежит некому сержанту прочные двери замки довольно древние и похоже у каждого шкафчика свой особый ключ если я хочу открыть одну из дверей простой перебор ключей займет слишком много времени придется применить силу взорвать замок может быть ничего себе холмс вроде ты мастер взлом из замков то и даже у тебя это не получится должно быть это гардеробная стражника холмс сегодня в роли капитана очевидности выступает да это комната стражников прочные двери так заняты довольно древние на замках комментарии одинаковые все 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 холмс я понял а в это время опять продолжается переминание с ноги на ногу министра инспектора и доктора как вы тут еще не загнулись со скуки господа да люпен определенно заставляет нас ждать уже прошло четыре часа с тех пор как хватит для стрейд хватит я и сам умею считать тихо слушайте что я слышу звук похоже на мотор маленький мотор у вас отличный слух потому что я ничего не слышу из-за этого проклятого тиканья как сидеть в засаде то при свете лампы керосиновой нормально да такая беспалево засаду осторожней я попробую открыть дверь смотрим итак инспектор что вы делаете вставайте лодыри это всего лишь храп постовых право лестрейд вы держите своих людей форме скажите спасибо доктору ватсону еще немного и мы установим рекорд длительности полицейской засады на все времена спокойствие джентльмены спокойствие люпен уже скоро будет да нет ватсон к сожалению люпена не предвидится ближайшее время что это у нас такое тут обрезки волос какие-то это без всякого сомнения волосок от недавно причёсанных усов ну теперь мы знаем кому принадлежит шкафчик шику или как там у него фамилия шестой шкафчик да хорошо здесь вроде подсказок больше нету вроде каких-то отличительных особенностей да больше никто не записок а вот тут вот какая-то зеленая дрянь зеленая краска так еще что-нибудь странное есть как-то как-то наблюдается больше ничего до тряпочка вот смотрите типично шотландская ткань в этом шкафчике хранится килт кто там у нас был то единственный шотландиста среди стражников помните из письма то да здесь здесь стоит табуретка табуреточка возможно ее поставил хозяин шкафчика чтобы доставать до верхних полок значит он маленького роста и возможно что этот китель который как будто на ребенка это его что-то мне кажется что все равно нам маловато инфы для того чтобы точно определить что где где чей шкафчик ребят потому что отдельных владельцев конечно можно прям сразу расставить но не все далеко не все кстати заметьте улицу видно сквозь окно для такого старенького квеста это достаточно неплохо ну-ка комнату видно комнату не видно ладно давайте заглянем знаете куда еще в комнату повара попробуем наведаться может быть там какие-нибудь подсказки найдутся она если не ошибаюсь вот здесь вот должна быть сюда и направо открыто да прекрасно прошу прощения ребята вы уже не видите тех предметов которые я взял в комнате повара у меня просто вырубился к сожалению диктофон батарейка у нем подсдохла как обычно это у меня бывает в самый неподходящий момент пришлось ее заменить и начать уже вот с этого места где я сохранился ну что ж покажу я вам что я здесь взял взял в самую полезную в финале квестовика вещь это веревка потом какую-то вот эту формочку для выпекания и щипцы для орехов не представляю пока для чего это нужно у меня было предположение что сейчас мы этими щипцами будем расковыривать какие-нибудь пули от револьвера или от ружья высыпать оттуда порох там делать какую-нибудь бомбу как предлагал холмс для замка или еще что-нибудь в этом роде я не удивлюсь если так и будет что еще тут в этой комнате есть полезного около камина ничего здесь какой-то кусок ткани такой достаточно аккуратный это может мне пригодиться хорошо холмс я тебе верю я не представляю зачем это все нужно но я холмс уверен знаю его ум и находчивость еще один спящий страж смотрите-ка да они тут по всему тауру разбросаны как мне интересно люпена удалось их всех вот так вот отравить одновременно он конечно мастер своего дела но все же все же как вот ему удается этот емэн спит вышитое на его форме имя указывает что его фамилия кирк патрик здесь что то есть что холмс подождите-ка надо приблизить лупой я не понимаю на дно его руке что-то обнаружить кажется у него немного зеленой краски на правой руке ясно холмс все понятно значит мы нашли еще одного обладателя шкафчика помните у которого дверь зеленой краской 3 спачкана это некто кир патрик будем знать а пока вернемся к нашему спичку другу который хотя бы с нами разговаривает в отличие от всех остальных какой шкафчика в гардеробе принадлежит джонсон не знаю я туда не лазил где ваш шкафчик и шкафчики тех кого вы знаете мой шкафчик он четвертый слева рядом был и новенького напротив парня который со мной дежурит ближайший к выходу виллу би сзади грязного флинта его шкафчик воняет и возле него никто не хотел класть вещи думаю это все снотворное подействовало он крепко заснул и от него уже ничего не добиться но ничего мы все равно смогли выжать из него многое и по сути то что нам нужно как я понимаю у нас уже в руках все возможные подсказки и мы можем в инвентаре открыть загадку с шкафчиками помню где-то она в районе карты до появляется и давайте приступим к расстановке имен ну что ж с волосами помните на полу около шкафчик из усов который это шик который спит при входе в тауэр мы первым его обнаружили так что табличку шик мы ставим на шестой шкафчик первый это оши про него нам сказал этот который только что отрубился окончательно оши ставим сюда слева от шика белл а еще левее белла хикман и после хикмана идет мур напротив хитмана 13 шкафчик это у нас будет стайлс напротив мура мортенсен 14 шкафчик со скамеечкой помните человек маленького роста это джонс с зеленой краской на пальцы и на стене шкафчика это кир патрик это по моему 12 шкафчик должен быть единственный шотландец как мы помним из письма это лоу это 15 шкафчик из-под него именно killed killed торчит последний справа помните который воняет жутко это флинт одноногий пират напротив у нас будет тогда вот этот вот некто сам арби сам арби восьмой второй шкафчик у нас принадлежит конечно живые луби потом еще у нас остались два закадычных дружбана марч и лэдлоу которые всегда вместе ставим их вот так вот и останется только джонс ставим его на единственное свободное место номер 7 ну что правильно мы расставили нет холмс прокомментируешь как-нибудь это все дело я понял почему холмс не комментирует нам надо продолжить наши активные действия и воплотить в жизнь план холмса подорвать замок для этого естественно как я уже и предполагал воспользуемся щипцами и примерим их на сумку с патронами которые мы нашли в самом начале вот получили порох пороху добавляем фитиль из веревки так вот я не знаю формочку надо укладывать нет не надо и так сойдет а поджигать не надо сейчас извините не знаю наверное нужно применить на нужный замок какой там шкафчик то седьмой по моему до прочные двери замки давай сейчас подождите что-то я не понял тогда сути сути загадки подождите я неправильно расставила имена может быть такое что я неправильно расставил имена друзья ну-ка подождите к почему еще до сих пор остались знаки вопроса правильно правильно ведь надо прокликать все странно как-то может какая-то защита от дурака в игре такая сделана чтобы хотя бы методом перебора можно было узнать где чей шкафчик не пользуюсь подсказками так где нужны нам-то шкаф что-то только все глаза то одни прочные двери ну что за за тут то такой дурацкий то ну под конец игры нам подкинули что за бред то нам нужен жирный джонсон помните как сказал храпясь и сейчас под дождем солдат вот даже могу открыть диалоги просыпайтесь где мистер смен то у кого ключ там смит и повара кто еще жирный джонсон его шкафчики дубликат карта мы определили что жирный джонсон это вот это хорошо дайте галки снимем я не знаю что что как должно быть то убираем все галки например окей как я понимаю нам нужен вот этот шкаф есть еще джонс просто но к этому шкафу тоже ничего не подходит нельзя применить ничего что за чушь то может быть я все-таки перепутал джонсона и джонса как вы думаете ребят может быть такая элемента да понятно может быть такой вот чем вся была загрузка будьте внимательны дорогие друзья видите тут такие вот подставы с именами есть все теперь мы можем подорвать нужный шкаф наконец-то как долго мы этого ждали у меня достаточно пороха чтобы подорвать дверцу я должен точно знать которую из них да хоть все мы сейчас все двери тут взорвем вообще выпотрошим все шкафы мы же империю спасаем черт подери неплохо неплохо взрыв как вы помните ребят делает любой видео лучше так что лайки лайки за взрыв открыто какой свежий мягкий телячий рубец он должно быть предназначен поваром для особого блюда мало аппетитно однако я все равно его возьму телящий рубец это здорово но зачем воровать сырую пищи то логичнее воровать готовую где он будет жарить этот телящий рубец или что-нибудь с ним делать это должно быть ключ от кладовой прекрасно давайте вперед я на сто процентов уверен что там запрет начальник стража сейчас мы его найдем с вами открываем входной дверь и здесь здесь никого но там еще есть вторая часть до смит похоже без сознания может быть получится его разбудить надо его освежить остудить чем-нибудь ведро с водой как раз мило оставлено рядом не люпин ли об этом позаботился вода сейчас у нас наш страж очнется ага солдат хикман засыпал очень медленно видимо под воздействием сильного наркотика а следы на земле перед кладовкой наводят на мысль что смит был скорее оглушен чем усыплен следовательно достаточно брызнуть на него холодной водой чтобы разбудить смит очнитесь смит вы меня слышите это холмс моя голова что происходит что я здесь делаю мистер холмс а где доктор послушайте смит ты снова упал руки и забавный бак вы можете открыть эту решетку моя связка ключей исчезла нет я не могу ее открыть после вашего последнего визита повар настоял на том чтобы сменить замок теперь он закрывается на ключ хорошо тогда мне нужна ваша помощь нам необходимо найти способ выпустить вас но прежде всего расскажите мне подробно о событиях этой ночи и о каком докторе вы говорили ну сразу после обеда несколько человек из охраны башни пожаловались на сильные боли в желудке похоже вчерашний ужин тому виной я его не ел поскольку мой желудок не переносит помидоры и чувствовал себя нормально нашего врача не было на месте поэтому пришлось вызвать местного доктора мистера юнперса он работает недавно но о нем отзывались очень хорошо осмотр первого пациента его обеспокоил и он настоял на инъекции к всем солдатам мы собрали весь личный состав и сделали уколы последним кого он лечил был солдат хитман доктор посетовал что лекарства уже не хватает на полную дозу но заверил меня что все равно должно подействовать после этого он спросил весь ли гарнизон мы охватили и я ему ответил что да он попросил меня проводить его до выхода но стоило лишь мне повернуть голову как я почувствовал сильную боль в затылке больше я ничего не помню как прекрасно и как гениально было обезврежено все все было обезврежено люпеном весь личный состав вся стража ребят просто просто сказка да у нас в районе ящур делаем прививки всем кто на самом деле доктор аллен юнперс конечно же люпен ребят ну это очевидно зачем спрашивать очевидное вводим люпен ой немножечко чипятался я начинаю понимать а каком медикаменте идет речь я ничего не знаю но я подобрал пустой флакон который он уронил в лужу этикетка повреждена и вода смыла остатки раствора нельзя определить что там было но что вы здесь делаете можете вы мне объяснить что происходит я предполагаю что стражей охранявших драгоценности короны также лечили да единственный ключ ведущий в этот зал был в моей связке мне надо выпустить вас отсюда если другой ключ от этой решетки есть у повара но он ушел однако насколько я помню я заказывал запасной ключ от караульного помещения и его не было при мне может быть вы найдете что то что позволит мне выйти или поймаете того кто все это устроил мы именно за этим здесь именно для того чтобы поймать того кто все это устроил так еще один ключ нам надо искать друзья час от часу не легче вытащите меня отсюда все непременно все непременнейшие дружище ну что ж дорогие друзья а что там вот за красный шарф такой лежит вон у него слева под кувшином а нам никак не поможет нет нет мы на нем нет активной точки ладно дорогие друзья я думаю что мы с вами следующий раз продолжим видите не последняя сегодня часть прохождения получилось финал следующий раз подписывайтесь на канал ставьте лайки под видео комментируйте если хотите и вступайте в группу вконтакте и фейсбуке ссылочки как всегда в описании под видео спасибо вам за внимание за просмотр ребят до свидания а а а Субтитры создавал DimaTorzok